А вот Канада до конца года не успеет принять 25 тысяч беженцев, как обещала ранее. В федеральном правительстве заявили, что в стране нужно больше времени для размещения такого вот количества людей, поэтому сроки приема мигрантов продлены до марта. Для властей провинции это решение стало в какой-то степени даже облегчением, но ненадолго. Первую партию 10 тысяч мигрантов все же примут до конца года. Тему продолжит наш собственный корреспондент Вотави Арман Исжанов. Новое правительство Канады не сможет выполнить свое обещание о принятии 25 тысяч беженцев до конца этого года. Страна пока просто не готова сразу разместить на своей территории такое большое количество иммигрантов, поэтому принято решение разделить беженцев на две группы. До 31 декабря планируется привезти только 10 тысяч человек. Остальные смогут попасть в Канаду не раньше марта месяца следующего года. Прибывших сирийцев правительство намерено размещать в 36 городах страны. Для провинциальных властей это стало настоящей проблемой. Ведь найти не просто ночлег, а постоянное место жительства, решить все сопутствующие бытовые вопросы. Для такого количества людей задача непростая. Между тем в лагерях беженцев в Ярдане, Ливане и Турции Министерством обороны и здравоохранения Канады уже составляются и проверяются списки претендентов, чтобы среди мигрантов не оказалось террористов. Нам нужно было дополнительное время для того, чтобы и федеральное правительство, и власти провинции смогли лучше подготовиться к приему беженцев. Тут много подводных камней, и нужно все продумать. Прежде это касается вопросов подготовки мест для долгосрочного проживания беженцев. Подсчитано, что для размещения такого количества беженцев потребуется более полумиллиарда долларов, и это только на первом этапе. Сейчас власти пытаются убедить бизнесменов, инвесторов и простых граждан активно жертвовать средства на оказание помощи беженцам. Я вижу, что будет происходить в последующие месяцы. Либералы заявили о приеме беженцев, но детально не продумали свой план, а также механизм размещения людей. Меня волнует много вопросов, но в первую очередь проблема изыскания в бюджете внеплановых затрат. Одно дело улыбаться всем и делать громкие заявления, другое дело это держать отчет перед народом за те или иные действия. Основная нагрузка в реализации масштабной программы доставки и расселения беженцев легла на плечи Министерства обороны страны. Именно на территории военных баз в первое время планируется размещать прибывающих. Также основную часть беженцев в Канаду намерены доставлять военными самолетами каждые 48 часов. Арман Ижанов, Ербалдаиров, телеканал 24КЗ, Оттава, Канада.